всем привет рад вас видеть надеюсь у меня тоже рады видеть я благодарю вас за то что вы читаете комментарии пишите комментарии участвуете в беседах это очень интересно мне и вам должно быть тоже потому что количество комментариев множится и там идут баталии интересный обмен информацией все такое прочее очень здорово мне это очень нравится ну и спасибо конечно за то что смотрите мои монологии материально поддерживаете канал это тоже очень приятно а я напоминаю вам еще раз о том что 24 февраля всего года в санкт-петербурге в клубе космонавт на улице бронницкая дом 24 состоится огромный концерт праздник классического рока четыре часа музыки только классический рок песни Led Zeppelin the doors the rolling stones и конечно beatles в общем можно сказать что праздник музыки beatles и классического рока участвует там группы сейчас я перечислю идол гонзалес партилла филар филар филаритмика из кубы большой сюрприз будет кубинская группа будет играть beatles come together это супер не только come together а там много чего будет интересного александр загрянский и the silent gang dad zeppelin дает my doors и песни rolling stones an beetles dry doors в общем четыре часа полного трэша и угара приходите в космонавт 24 февраля там будет здорово я думаю что мы там увидимся с вами ну а я продолжаю показывать пластинки моей самой любимой группы the rolling stones моя самая любимая группа действительно если вы скажете что а как же beatles я скажу что я уже говорил да что beatles это отдельная история beatles это боги а the rolling stones это лучшая группа в мире не я автор этой фразы эта фраза уже такая довольно не скажу затертая известная но тем не менее я считаю тоже примерно так же the rolling stones some girls 1978 год пластинка это в советском союзе была самой известной из всех альбомов the rolling stones если говорить о 70-х годах это была самая известная пластинка ее слушал наверное каждый любитель музыки в стиле рок а может быть и не каждый не знаю но много дело в том что в магазинах пластиночных советских под названием мелодия и всякие разные другие не помню как они назывались помню мелодия были магазины завезли пластинки напечатанные в индии сам girls индийский пресс и они продавались правда их конечно разметали в лед и размели кстати говоря но тираж весь был разметен из магазинов и всплывал конечно на толчках на черных рынках по всей стране всплывали эти индийские пластинки было очень много стоили они довольно дорого все равно потому что это все-таки rolling stones но и не так дорого как все остальные потому что все-таки они были индийские с неким пренебрежением относились к индийским прессам в то время сейчас я кстати совсем купил бы эту индийскую пластинку миха меня ее нет а это одно из многочисленных переизданий у меня тоже этих пластинок наверно штуки 3 с ангелс я не помню одна в коробке большой другая постарше чем это но не оригинал тоже каких-то 80-х годов печать ну это такая красивенькая переиздание с такой вкладочкой очень очень хорошо звучит европеец такой ну а что собственно говоря о пластинке пластинка очень хорошая странно от меня слышать такие определения о пластинках rolling stones для меня они все хорошие что-то я слушаю чаще что-то слышу реже но парк он их стоунс это звук это манера это концепция музыкальная музыкальная концепция да то есть как мы выстраиваем выстраиваем аранжировку как сбалансированы гитары как как все это в целом лепится в единый такой ком и вот это конечно очень приятно и мне все все это нравится как как они делают но 78 год были проблемы большие были проблемы большие у кита ричардса бесконечные суды связанные с наркотиками он из одного суда шел в другой все это тянулось продолжалось довольно муторно но при этом все равно группа продолжала работать играть веселиться приятно проводить время или неприятно и жизнь шла и кипела пластинка black and blue которая вышла всеми шестом она была такой странной довольно она была слишком уж музыкальная для rolling stones слишком экспериментальная киту ричардсу она жутко не нравилось и он говорил что это вообще не альбом а репетиция гитаристов там очень много там очень много всего я говорил есть ролик про black and blue там очень много гитар очень просто невероятное количество очень много клавиш очень очень много всяких аранжировочных усложнений такая такое монументальное произведение получилось но с другой стороны мне она очень нравится кому-то не нравится ричардсу не нравится например ну и время то шло 77 год заканчивался и надо было что-то выдавать крутое и парни выдали действительно крутой альбом альбом вдохновлен был городом нью-йорком весь миг джаггер был явился основным локомотивом всей музыки здесь хотя ричардс написал очень много в частности бистов барден замечательная песня before they make me run он поет очень хорошо но джаггер был очарован нью-йорком и тем что происходило в нью-йорке а конец семидесятых это что это во всех клубах гремит диско а во всех клубах рангом ниже гремит панк все это происходит одновременно панк-рок и диско в одном флаконе в одном огромном нью-йорке которые и и без музыки то сумасшедший город а вот с таким набором музыки в квадрате сумасшедший ну нью-йорк многих вдохновлял на творчество в частности в частности вдохновлял он майлса дэвиса вот на запись вот этого альбома дубок о котором я поговорю отдельно как-нибудь это тоже эта музыка улиц нью-йорка как говорил майлс дэвис и это тоже музыка улиц нью-йорка как говорил миг джаггер и все получилось приглашенных музыкантов было довольно мало ян маклаган из группы фейсис на клавишах замечательный парень шуга блю на гумной гармошке который играл в париже в метро и однажды на вечеринке к нему подошел какой-то человек и горит вот тебе телефон позвони по нему на грито чей-то телефон телефон мика джаггера шуга блют подумал что это шутка какая-то но денег у него не было он рубился в метро со своей губной гармошкой и на следующий день он позвонил действительно взял трубку джаггер сказал приезжай в студию мы попробуем шуга блют приехал и записал вместе с rolling stones вот этот альбом на губной гармошке играет здесь шикарно просто кто еще здесь присутствовал саймон кирк из группы free как мы все помним и мэл коллинз на саксофоне поиграл замечательно здесь miss you первая песня в стиле диска но если бы диска было все такое как miss you я бы был фанатом диска безусловно как бы диска но с другой стороны как бы такое переплетение гитар такая губная гармошка яростная этого шуга блют и так едко спета джаггером да и да и мелодия хорошая да и гармония в общем все это все это вместе и пауза такая когда остаются одни ударные там практически да очень интересно но крис кимский звукорежиссер которого джаггер пригласил на запись этого альбома сделал еще и восьмиминутный диско микс этой песни очистив ее от ритм и блюза который здесь присутствует все равно а усилил диско влияние и для всех дискотеках нью-йорка и америки наверное тоже и европы эта песня гремела в виде восьмиминутной диска версии ну а сама песня заняла первое место в списках американских что было для ромик стонс уже почти забытой истории то что первые места недавно давно не занимали но миссия взлетела сразу просто ударным номером крис кимский был приглашен джаггером потому что он записывал группу bad company и джаггеру очень нравился звук барабанов и баса bad company и он вытащил кимский этот сделал потрясающий звук здесь конечно просто плотняк ну плотняк еще за счет того что три гитариста тут присутствует третьим гитаристом выступил сам миг джаггер на ритм гитаре научившийся играть уже довольно неплохо и гитарная плотность бас барабаны записанные кимски все просто дает по мозгам учительные песни очень хорошие вендо выпуском был вендо выпкам сдаун это практически панк-рок с элементами ритм и блюза никуда не денешься все равно гитарные ходы все равно отточенные четкие ритм и блюзовые и переплетение трех гитар так же как и в миссию она подкупает она просто она радует она радует душу и тех кто любит панк-рок с одной стороны потому что вот это вот рубил уйдет а с другой стороны слышишь три гитары звенящие четкие точные здорово записанные и не мешающие друг другу хотя играют все одновременно очень очень классно то есть получилась смесь такого смесь диска с панк-роком вообще вся эта пластинка танцевальная с одной стороны дискотечная с другой стороны чистый панк но при этом еще бесконечные споры джаггера с ричардсом потому что ричардс хотел усилить реги здесь он полюбил очень музыку реги и кстати говоря после записи этого альбома сон заключили первый контракт с артистом на rolling stones records на своем выборе это был питер тоже то есть синхронность сам геллз появился питер тоже и джаги с ричардсом летает в кингсон на концерт пир питера тоже специально чтобы убедиться что он достоин работать на rolling stones records и очень влияние реги здесь присутствует но джаги рыбов все-таки развернул в сторону нью-йоркского рубилова диско панка такой диско панк и появился здесь imagination эта песня из репертуара temptations тоже привет компании матаун records черная музыка хорошая черная музыка сам геллз разухабистая разнузданная можно сказать баллада но и не баллада вовсе ричардс тут играет на бас-гитаре а билл уайман на синтезаторе что характерно но ядовитая едкая ироничная песня лая с еще один кивок в сторону панк-рока очень круто очень просто многие панк-группы могли бы конечно тут и поучиться я думаю что и поучились и позавидовали потому что по-настоящему взрослые большие артисты сыграли то что пытались сделать молодые и не очень известные и опытные парни ну far away с кантри никуда не денешься rolling stones никуда не уйдет от музыки кантри респекта был снова в танце снова в нью-йорк снова на улице на эти на авеню на улице на рыбный причал не побоюсь этого слова и вообще в окрестности в окрестности всего этого безумного сумасшедшего города before they make me run я уже говорил поет кит ричардс удивительно чистым голосом куда делись все эти ужасы его наркотические непонятно просто ощущение такое что пришел приличный хорошо одетый музыкант встал у микрофона спел хотя и конечно и громко и рок-н-ролли но тем не менее все классно бистов барден одна из самых красивых песен наверно на этом альбоме сочиненные в основном ричардсом поет ее джаггер и ричардс тоже совместными усилиями добиваются прекрасный прекрасно результата вот чего они добиваются просто одна из самых красивых песен rolling stones наверно вообще из всего их каталога и shattered под конец еще один удар просто под дых привет группам шам 69 привет группе секс pistols привет всем молодым зверям которые вступили в большой рок-н-ролл в конце 70-х годов все это очень здорово записано все это дело было в париже на студии патта и ямае патте марконе одна из лучших студий и один из лучших лейблов я уже говорил об этом как то что пластинки напечатанные на лейбле патте марконе французские они звучат безупречно лучше наверное любых других ну а студия звукозаписи патте марконе под парижем она поразила в группу своей чистотой необычайной своей просто респектабельностью это очень понравилось киту ричардсу правда он там быстро все переделал на свой лад и потом по моему 7 альбомов они записывали еще в этой студии патте марконе все было очень здорово все было очень мило и получилось шикарно soundgirls 78 год одна из великих пластинок рок-музыки я пошел пить мэлси дэвиса я помню кто-то хотел его увидеть услышать мы про него поговорим отдельно я напоминаю еще раз что 24 февраля в клубе космонавт 4 часа классического рока я пошел пить пока